К концу 2018 года мы 85% протяженности федеральных автомобильных дорог должны получить и должны иметь в нормативном состоянии. Для того, чтобы эту цифру достичь, не достаточно одного только условия выделения 100% объема средств. Необходимо еще и второе условие, как использовать те дороги, которые мы ремонтируем, строим, реконструируем и содержим. В рамках экономического сотрудничества России с развивающимися азиатскими странами возникает необходимость создания новых, имеющих достаточно высокую пропускную способность, транспортных коридоров для обеспечения международных производственных и товарных связей промышленных корпораций и объединений в направлении расширения уже сложившейся, но не отвечающих во многом современным требованиям. Вот транзит важно, нужно, все понятно. Но вообще говоря, вот в дорожном хозяйстве есть несколько задач. Ну, скажем, соединение населенных пунктов у нас эта задача решается, до конца не решена. Дальний Восток, вот связь. Но я хочу сказать, кроме транзита есть ряд задач. И есть ограниченные ресурсы. И вообще говоря, это, конечно, задача для такого глубокого, очень такого серьезного технико-экономического расчета. А куда, собственно, вот эти дефицитные, ну, недостающие деньги в первую очередь вкладывать? В прошлом году было выдано около полутора процентов специальных разрешений на перевозку тяжеловеских крупногабаритных грузов по отношению ко всем разрешениям в международном сообщении. То есть это говорит о том, что в транзитном направлении перевозки, превышающие параметры, установленные на территории Российской Федерации, они ничтожно малы. И поэтому, может быть, развитие потенциала, в первую очередь, лежит как раз в проработке именно логистических схем нормальных. И в том числе и рентабельности таких транзитных перевозок по отношению к другим альтернативным видам перевозок. Должен быть какой-то разумный компромисс. То есть нельзя телегу запускать впереди лошади. То есть есть необходимость строительства, наверное, не только вот этих вот и развития транзитных маршрутов. То есть бросить все силы на доведение коридоров до 11,5 тонн на оси, забыть полностью про дороги, в том числе какие-то и сельские и так далее. Это говорит о том, что мы не оптимально расходуем государственные средства на развитие транспортной системы, ну, в части транзита. И, возможно, нам надо будет выработать какие-то предложения по изменению в нормативку. То, что было бы экономически целесообразно и отдача была, чем просто закапывать деньги, не имея отдачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!